МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Насколько равноправным является российско-китайское экономическое партнерство и почему Пекин и Москва не могут преодолеть проблему проведения платежей из России в Китай? День святости семьи, стремящейся в ЕС Грузии, отмечается во Всемирный день борьбы против гомофобии и трансфобии. Также сегодня. Эта картина вообще-то о людях, о том, что происходит с людьми, как трансформируется их жизнь в таких ужасающих условиях. На Каннском кинофестивале состоялась премьера нового документального фильма украинского режиссера Сергея Возницы «Вторжение». Ночью и утром 17 мая несколько российских регионов и аннексированный Крым подверглись атаке беспилотников. В Краснодарском крае ударные дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Туапсе. В Новороссийске, по данным телеграм-канала «Астра», местные жители слышали более 35 взрывов. Телеграм-канал «Мэш» пишет, что был атакован морской порт. После ночной атаки была повреждена подстанция «Севастополь». Это в оккупированном Севастополе. Власти приняли решение отменить занятия во всех школах и в детских садах. Согласно опубликованным спутниковым снимкам, при недавнем ударе по военному аэродрому «Бильбек» в оккупированном Крыму уничтожены не менее трех российских боевых самолетов. Президент Украины Владимир Зеленский провел в Харькове заседание Ставки командования ВСУ. Он заявил, что наступление российских войск в Харьковской области удалось остановить, а недавний прорыв фронта российской армии объяснил отсутствием у Украины достаточного количества средств ПВО. Зеленский сказал, что двух систем противоракетной обороны «Петриот» хватило бы, чтобы защитить Харьковскую область. Эти слова Зеленского сегодня прокомментировал Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай, которая состоялась в Харбине. Что касается того, что происходит на Харьковском направлении, это тоже их вина, потому что они обстреливали и продолжают, к сожалению, обстреливать жилые кварталы приграничных территориях, включая Белгород. И я говорил публично, что если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зону безопасности, санитарную зону. Вот мы это и делаем. А что касается Харькова, то таких планов на сегодняшний день нет. Насколько правдиво высказался Владимир Путин по поводу задачи российской армии на Харьковском направлении, можно будет понять только через некоторое время. Вообще, на пресс-конференции в Харбине Путин довольно обильно комментировал войну в Украине, но говорил, что называется понакатанной, о том, что власть в Украине нелегитимна, хотя после так называемого переворота там состоялись и не раз и парламентские, и президентские выборы, что якобы Запад сорвал подписание мирных договоренностей по Украине, которые были заключены в Стамбуле в апреле 2022 года, что введением санкций против России, против тех, кто с ней сотрудничает, Запад подрывает доверие к самому себе. По всем этим пунктам у Путина уже довольно устоявшиеся формулировки, так что не буду их повторять и приводить. Но вернемся к ходу боевых действий в Украине. О них рассказывает фронтовой корреспондент проекта «Радио Свобода Донбасс-Реалия» Ярослав Кречко. Одним из самых горячих сейчас участков есть, наверное, Харьковский участок. В этом смысле, мне кажется, что для российской армии сейчас не столько важно захватить какой-то город, сколько вымотать украинскую армию. Для этого, наверное, была задумана вот эта операция по захвату города Волчанск и бои, которые идут к северу от Харькова. Поэтому здесь главное задание – это тянуть украинские резервы. Ни для кого не секрет, это уже и публичная информация, что есть подразделения, которые были переброшены в Харьковскую область, из Запорожской области и из той же Донецкой области. Поэтому немного сейчас количество атак на том же Донбассе стало меньшим. Интенсивность боев есть, но само количество атак уменьшилось. И мне кажется, что сейчас идет вот такое перетягивание украинских сил. Замысел российской армии – растянуть украинские резервы. И вот где получится им пробить украинскую оборону, там они будут наращивать свои усилия. А если получится, конечно. Но то, что Донбасс и, в частности, сейчас АВЯР остаются, скажем так, одними из приоритетных целей для российской армии, мне кажется, это очевидно. Потому что и политические здесь моменты, чтобы захватить Донецкую область, и для России они важны. Сейчас АВЯР – это ворота своеобразные, да, к Константиновке, Дружковке, Краматорску. Поэтому то, что российская армия будет пытаться и пытается там сейчас наступать, это ни для кого не секрет. Но интенсивность этих атак, я скажу, что в последнее время, как начались бои на границе в Харьковской области, она немного упала. Мне кажется, что это еще не пик, скажем так, наступления. У России, очевидно, еще остаются резервы. И в этом смысле от боев в Харьковской области тоже многое будет зависеть, и на Донбассе в том числе. Потому что и командующий СССР недавно заявлял, что Покровское и Кураховское направления – также приоритетные задачи для российской армии. Поэтому здесь сложно прогнозировать, потому что все будет зависеть от того, где российской армии или получится, или им будет казаться, что у них есть какой-то успех и возможность нарастить этот прорыв, если он будет. Там будет точка, где попытаются прорвать оборону и подтянуть туда, опять же, свои уже резервы. Но сейчас идет вот такое перетягивание украинских резервов, и мы знаем, что многие подразделения были переброшены и в Харьковскую область. Но мы же не знаем, сколько этих резервов еще остается у украинской армии, и насколько критично оно в целом для украинской обороны на том же Донбассе и в районе того же Часового ярда. Это был Ярослав Кречко, фронтовой корреспондент проекта «Радио Свобода» «Донбасс. Реалии». И в продолжении темы войны в Украине. На начавшемся на этой неделе Каннском международном кинофестивале вчера состоялась премьера фильма украинского кинорежиссера Сергея Лозницы «Вторжение». Этот фильм не просто хроника жизни во время войны. Это и размышления о том, какую цену приходится платить за избавление от кандалов империи. Сергей Лозница предупреждает, что победа варварства и аморализма в этой войне может стать прологом к уничтожению европейской цивилизации. Важным отличием от других документальных фильмов о войне в Украине, таких как «20 дней в Мариуполе» или «Восточный фронт», является отсутствие в новой ленте Лозницы кадров боевых действий и комментариев политиков. Вот что говорит об этом сам Сергей Лозница. Мы в каждом кадре врага чувствуем. Я исключил в данном случае какую-либо возможность показывать линию фронта или пленных, или там еще что-то. Но этот враг присутствует в силу его отсутствия в фильме. Я такой же прием применял, когда делал фильм о блокаде Ленинграда. Там тоже нет ни линии фронта, ни заводов, которые производят оружие. Там есть люди и жизнь блокадного Ленинграда. Эта картина вообще-то о людях, о том, что происходит с людьми, как трансформируется их жизнь в таких ужасающих условиях. Когда вы делаете фильм о событии такого масштаба, вы выбираете героя. Мой герой — народ Украины. Именно благодаря людям и возможно было остановить эту агрессию, именно благодаря этим волонтерам, солдатам, всем тем, кто так или иначе участвует в сопротивлении, благодаря их стойкости, мужеству, воле, удается удерживать линию фронта. Что будет дальше, мы не знаем. Но я хотел посвятить фильм именно им. Поэтому у меня нет политиков, потому что это другая тема, уже совершенно по-другому. И там Шон Пен есть для этого, он сделал фильм. Айбл Феррара и кто-то еще сделает. И о ужасах этой агрессии сделан прекрасный фильм «20 дней в Мариуполе». Есть другие фильмы. Но меня интересовала обычные люди и их жизнь в этих условиях. И вы все понимаете об этом. И я хочу показать, что это такое — жить в таком состоянии. Я хотел бы вызвать глубокое сопереживание и переживание этого состояния жизни вот в таком кошмаре. Я надеюсь, что это у меня получилось. Форма фильма, я думаю, что это можно сопоставить с венком сонетов, такой поэтической формой. Когда эпизоды перекликаются друг с другом, начинают резонировать, начинают рифмоваться. От соприкосновения смыслов каждого из эпизодов возникают дополнительные смыслы. Эта форма, она циклическая. Как я уже останавливался на цикличности и важных моментах жизни людей, так и здесь природная цикличность. Выстроена картина согласно сезонам. И проходит один год фактически в фильме. Все эти два года или там 10 лет — это все один сплошной ужас по нарастающей. Я не знаю, что нам ожидать в будущем. И это тяжело переживать. Я думаю, не только мне, а очень многим людям. Я стараюсь, чтобы изображение говорило само о себе. Я стараюсь, чтобы событие, снятое, было ясно, было выстроено таким образом, чтобы понятно было, что там происходит. И стараюсь монтировать так, чтобы в этом эпизоде, в одном или другом, была своя внутренняя драматургия. Вообще, в принципе, фильм сделан сначала таким образом, как снимались разные эпизоды, и я монтировал отдельно краткометражные фильмы. Такая идея была. Этот фильм сделан для канала «Арты Франц» и для «Карантайм ТВ». И идея была такая, что я сначала монтирую эпизоды, и потом, может быть, я из этих эпизодов соберу картину. Соберу хорошо, не соберу. Будут отдельные краткометражные фильмы, они будут выпускаться прямо сразу же, как только я делаю, они будут выпускаться. По там 4 или 2 или 3 эпизода в неделю. Но потом, как-то так потихоньку, я понял, что я все-таки набираю материал, и мы сможем сделать фильм. Так вот, у меня отдельно есть уже 32 отдельно эпизода смонтированных, озвученных, цветокорректированных. Это короткие фильмы от 5 до 20 минут каждый. То есть это примерно 5 с половиной часов. И есть фильм, который мы уже собирали после того, как критическая масса материала была уже собрана. И я уже нащупал, как выстраивать фильм. И тогда в ноябре-декабре мы монтировали. В ноябре-декабре и фильм был готов. Я считаю, что нам необходимо просто снимать материал, потому что это очень важно. Мне кажется, мы ухватили тот период жизни, который может вполне уйти через несколько лет. То есть вы этот уже можете не застать, поскольку время стремительно просто несется. И в смысле изменений, которые происходят с людьми, с обликом страны, она разрушается и уничтожается. И что там дальше будет, я не знаю, можно ли загадывать на месяцы вперед. Этот фильм я все-таки постараюсь найти возможность продолжить. И сейчас мы планируем съемки в октябре игровой картины по сценарию, который я написал по повести Георгия Демидова «Два прокурора». И эту картину мы будем снимать в Риге. Производством занимается французская компания SBS. Мне кажется, что это очень важная тема. Она так и не осмысленна. Как функционирует и что это такое? Это механизм террора, который прощупывался Сталином, и он создал этот механизм террора. Я продолжаю всю ту же тему, которая была у меня уже и в фильме «Процесс». И фильм «Два прокурора» — это продолжение фактически фильма «Процесс». Это попытка показать, почему эти люди, уважаемые, члены якобы существования во вашей промышленной партии, почему они говорили неправду, но так убедительно, что оторопь берет, оговаривая себя на этом процессе в промпартии. Я буду использовать цитату даже в фильме из этого процесса. И фильм «Игровой» вырастает из этого документального фильма. А дальше я хочу сделать еще два фильма о «ГУЛАГе», о 1937-м годе. Есть три повести у Георгия Демидова о 1937-м годе. И я хочу по мотивам трех повестей сделать три игровые картины, поскольку Демидов как физик рассматривает это как модель той системы, которая была создана Сталином. Мне кажется, что это очень важно, потому что у него это просто ясно и убедительно. Это был украинский кинорежиссер Сергей Лозница. Полную версию интервью с ним, которое записал мой коллега Дмитрий Волчек, можно уже сейчас прочитать на сайте Радио Свобода под заголовком «Мой герой — народ Украины». Напомню, адрес нашего сайта — www.swoboda.org. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 17 мая. Тема выпуска «Представляю я, Андрей Шароградский». Вернусь к визиту Владимира Путина в Китай, в ходе которого он сам и председатель КНР Си Цзиньпин изо всех сил демонстрировали теплоту российско-китайских отношений. Путину были оказаны всевозможные государственные почести, встречи с ковровыми дорожками, приемы, почетный караул, наряженные дети с флажками и так далее. Тем не менее, говоря о состоянии российско-китайских экономических отношений, некоторые наблюдатели отмечают, что Путин приехал в Пекин скорее в роли просителя. Бывший российский премьер-министр Михаил Касьянов в интервью корреспонденту «Голоса Америки» Даниле Гальперовичу даже сравнил Путина в Пекине с Лукашенко, который регулярно приезжает в Москву, добиваясь от России экономических преференций. Для путинской России Китай – это главный партнер, это окно вообще во внешний мир, в глобальную экономику. И поэтому все, что закрыто сейчас обычными путями взаимодействия и торговли с Европой, с США, с другим миром, сейчас все это канализируется через Китай. У Путина две конкретных задачи. И одна из них – это, конечно, пробить. Все-таки уже полтора года пытаются пробить второй проект «Сила Сибири-2» – газовый проект, поскольку газ девать некуда в России. Некуда. Вы видите, что произошло с «Газпромом». Впервые за 25 лет «Газпром» за прочим году показал убытки в 7 миллиардов долларов. А годом прежде он показывал чистую прибыль в 15 миллиардов долларов. Поэтому утраченный рынок газа европейский полностью, а Китай не восстанавливается. И Турция, то, что я вспоминал, теперь уже 7% своей потребности будет покрывать за счет зажженного газа из Америки. То есть сокращая, в том числе, потребность потребления от России. Поэтому газовая проблема, она проблема очень важная. Сказал бы, там, номер один, поскольку на одной нефти можно выйти, но это трудно. Газ был очень серьезным поспорьем всего этого дела. Будет просить Путин, конечно, одобрение этого проекта. Китай требует все больше скидок. Сегодня по силе Сибири один. Поставка газа идет по цене на 40% ниже мировой. По второму проекту Китай требует больших скидок. Еще больше. То есть фактически ставя на колени. Ставя в полную зависимость. И второй важный вопрос экономический, конечно, это валютные, это юани. Сегодня, когда нет доступа Путинской России к международному рынку капитала, и никакие транзакции уже в долларах, и в евро, и в других валютах, как фунты или иены, не проводятся. А вот китайские юани фактически стали резервной валютой для Путинской России. И поэтому для поддержания платежного баланса ему нужны чистые денежные кредиты. Иначе центральный банк должен будет проводить девальвацию уже быстрее, чем это, так сказать, можно было предположить. Это был бывший премьер-министр России Михаил Касьянов. Интервью с ним записал корреспондент «Голоса Америки» Данила Гальпирович. Еще в конце апреля, в начале мая активно стала обсуждаться проблема проведения российскими компаниями платежей через китайские банки, которые, опасаясь вторичных санкций со стороны США, стали резко замедлять, иногда даже блокировать транзакции. Косвенно серьезность этой проблемы признал и сам Путин, критикуя и даже называя глупой санкционную политику Запада в отношении России. Вот как только какая-то страна, как мы часто говорим, центр мирового развития, любой центр поднимается, становится более конкурентоспособным, и опускают, стараются это сделать. Может ли российско-китайское сотрудничество как-то этому противостоять? Может. Но для того, чтобы этого не произошло, мешают финансовые проводки. Потому что мы могли бы больше закупать. Но поскольку создают проблемы в денежных переводах, мы ограничены в приобретении этой продукции. Это был Владимир Путин. В качестве ответной меры он обещал наладить совместное российско-китайское производство, признав, однако, что это займет время. О том, была ли у него возможность в ходе переговоров в Пекине преодолеть проблему платежей, я попросил рассказать экономического обозревателя Радио Свобода Максима Бланта. Прежде всего, вы не могли бы разъяснить, в чем состоит проблема? Потому что мне кажется, что можно запутаться, то ли китайские банки не получают платежи из России, то ли российские компании не имеют прямого или достаточного доступа к своим счетам в китайских банках. В чем проблема? Проблема заключается в том, что после того, как федеральное казначейство США всех предупредило о возможности попасть в санкционный список, так называемые вторичные санкции, за сотрудничество с российскими банками, которые находятся под санкциями, и за обслуживание операций, которые подпадают под ограничения на экспорт в Россию так называемых чувствительных товаров, которые могут использоваться при производстве оружия, вот эти платежи, которые и со стороны России за китайские товары, и со стороны Китая за российскую нефть, они стали через банки проходить либо крайне медленно, либо блокироваться до выяснения обстоятельств, потому что китайские банки осторожничают. Никакие договоренности между Путиным и Си здесь роли сыграть не могут, потому что никаким образом ни первый, ни второй на американских регуляторов, которые включают в санкционные списки банки, влиять не могут, а китайские банки, соответственно, ориентируются на то, что им нужно еще и с американскими банками, корреспондентами поддерживать отношения. Поэтому вот в этом ключе проблем не решается. Есть обходной путь, который пытаются уже некоторое время реализовать со стороны России в основном. Это новую платежную систему, которая будет непрозрачна для американцев или европейцев. Но проблема заключается в том, что банки, которые будут сотрудничать с этой платежной системой, системой переводов межбанковской, подобной SWIFT, они сами, видимо, рискуют попасть под санкции. Ну, то есть здесь ситуация такая, что российская национальная платежная система уже под санкциями, если сейчас будут делать что-то новое, но американцы очень быстро против этого ведут эту новую систему в санкционный список, и все пойдет по кругу. Поэтому в этом отношении единственный путь, это вот не так давно, Рейтер, по-моему, писали о том, что турки просто выделили банк, который не жалко, для того, чтобы взаимодействовать с Россией и обслуживать российско-турецкую торговлю. Ну, вот, скорее всего, китайцы пойдут по тому же пути, какой-нибудь бросовый банчок, накачают, откроют отделение, чтобы удобнее было работать. Ну, и, скорее всего, именно таким путем это пойдет. Хотя вот этот вот санкционный экспорт китайских товаров, которые могут использоваться при производстве оружия, он уже сейчас идет не напрямую, значительной степени, не напрямую из Китая, а через Киргизию, через Узбекистан или Казахстан, через центральные азиатские страны, либо даже через Северную Корею или Иран. Проблема таким вот небанальным способом решается, все это удорожает, увеличивает количество посредников, удлиняя время, которое уходит на то, чтобы оплатить тот или иной товар, делает эту схему уязвимой, периодически случаются задиаки, неплатежи и так далее. Это уже сказывается на взаимной торговле между Россией и Китаем, то есть экспорт из Китая в Россию, прямой экспорт, он снижается. То есть, какими бы ни были теплые отношения между Путиным и Си Цзиньпином, все-таки санкции со стороны развитых стран страшнее, и Китай старается их избегать? Нет, ну, при всей невероятной теплоте и любви к Пушкину и Толстому, Си Цзиньпин, тем не менее, сказал, что Китай твердо стоит в уважении и суверенитете, и территориальной целостности всех стран, да, по-моему, стоящего рядом Путина, было перекосить после этого. Да, ну, как бы, дружба-дружба, и сейчас Путин в роли Александра Григорьевича Лукашенко, который приехал в Пекин, ну, вот, ровно как Лукашенко приезжал там в сочинскую резиденцию Путина и так далее. А Си Цзинь может позволить себе все, что угодно, да, то есть они диктуют условия. И тут удивляться тому, что довольствуясь тем, что дают, не приходится. Мнение экономического обозревателя свободы Максима Бланта. Время свободы. Сегодня во всем мире отмечается день борьбы с гомофобией и трансфобией. А в стремящейся в европейские структуры Грузии, где, правда, недавно был принят закон об иностранных агентах, сегодня день святости семьи. И вряд ли это случайное совпадение. Этот день грузинские власти объявили нерабочим, но опразднуется он с явным антизападным подтекстом. Из Тбилиси передает корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе. Центральное событие мероприятий в день святости семьи состоялось на проспекте Руставели, Укашуэцкой церкви, недалеко от парламента, где последние несколько недель проходят акции молодежных организаций оппозиции гражданского сообщества против так называемого русского закона, то есть закона о прозрачности внешнего влияния. В молебне Укашуэцкой церкви, а затем и многотысячном шествии в сторону храма Святой Троицы участвовали десятки тысяч человек, в том числе правительство и члены парламента отправящей партии «Грузинская мечта» в полном составе. Оппозиционных лидеров среди них не было. Очевидно, организаторы хотели продемонстрировать, что политика правящей партии по-прежнему пользуется поддержкой значительной части населения. Люди приходили с семьями, с малолетними детьми и отвечали на вопросы журналистов оппозиционных телеканалов, что противники так называемого русского закона выполняют заказ темных глобальных сил по разрушению ценности семьи и насаждению разврата. Местоблюститель главы Грузинской православной церкви Владыка Шио Муджири сказал, обращаясь к собравшимся у Кашуэтской церкви, что в мире усиливается наступление на семейные ценности, но Грузия будет противостоять этим злым поползновениям. Конец цитаты. Активный противник репрессивного закона. Конфликтолог Паата Закарайшвили в беседе со мной выразил сожаление, что либеральные проевропейские силы дали возможность властям монополизировать универсальные семейные ценности. На шумном месте я как раз нахожусь на этом, скажем так, мероприятии. Я случайно попал, на полчаса свободы нахожу, потом вижу вокруг меня, что происходит. И очень жаль, что власти монополизировали несправедливо, нечестно, потому что они эксплуатируют абсолютно некомпетентно христианские ценности, церковные, святые церковные и важные для в том числе граждан Грузии. Ценности монополизировали не только власть, но и крайне правые. И оно стало символами крайних правых. Я считаю, что это несправедливо, эти ценности не заслуживают такого, скажем так, однозначного правления со стороны крайних правых. Но властям это выгодно, потому что властям сейчас нужно голосовать именно крайних правых, и правых, и консервативного настроения населения излиграции, потому что проевропейские, процемократические, програжданские граждане и избиратели не готовы голосовать за нынешнюю грузинскую власть в лице грузинской мечты. Считает Паата Закарышвили. День святости семьи впервые был объявлен примерно 20 лет назад после ужасных событий 17 мая 2013 года, когда десятки тысяч религиозных фанатиков из фундаменталистской организации «Союз православных родителей» – это одно название, чего стоит – едва не растерзали на проспекте Руставели около 10 трансгендеров, когда те попытались выступить в защиту гуманистических ценностей прав человека и меньшинств. Основы основ современной европейской цивилизации, куда Грузия стремится на уровне декларации. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода» Тбилиси. Ну и закончу сегодня, вернувшись к последней теме вчерашнего выпуска «Времени Свободы». Дирекция амстердамского концертного зала «Концерт Гебао», отменившая из соображений безопасности назначенные на 16 и 18 мая концерты Иерусалимского струнного квартета, под давлением общественности все-таки дала согласие на проведение концерта квартета в субботу. Отмену концертов дирекция «Концерт Гебао» объясняла, цитата, «невозможностью обеспечить безопасность слушателей и персонала из-за проводимых в Амстердаме антиизраильских акций». Это решение вызвало гнев и возмущение, особенно среди музыкантов. С осуждением публично выступили дирижер Саймон Раттл, пианистка Марта Аргерих, скрипачка Анн Софи Мютер, пианист Евгений Кисин пригрозил отменить свой июньский концерт в Амстердаме, если музыкантам из Израиля не будет позволено сыграть в «Концерт Гебао», в открытом письме, подписанном многими тысячами музыкантов, без преувеличения многими тысячами со всего мира, говорится, «Опасность для нашей свободы» представляют собой не концерты Иерусалимского струнного квартета, а те, кто угрожает нарушить общественный порядок, если их требования не будут выполнены. Капитуляция перед этими угрозами стала бы не только демонстрацией слабости, но и ясным сигналом того, что мы не хотим и не готовы защищать наши демократические ценности и наш образ жизни. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Косторов. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте Радио Свобода в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. У меня на сегодня все. До свидания. Студия подкастов «Радио Свобода». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова